Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я рад вас приветствовать на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы с вами сегодня заканчиваем цикл наших с вами встреч, посвященных борьбе с гневом. На самом деле эта тема, конечно, бесконечная, но мы не можем с вами превращать нашу передачу в бесконечный сериал. Поэтому давайте мы сегодня закончим, и Бог даст, следующая наша встреча будет посвящена другой страсти, страсти печали. Итак, сегодня у нас 89-я встреча в рамках вообще общего цикла, и часть 7-я, посвященная теме «Борьба с гневом». Не устану, братья и сестры, напоминать, что мы обязательно должны начинать изучать вот эту тему борьбы со страстями, с темой изучения основ веры. Это база, с которой все начинается. И без этой базы все то, о чем мы рассуждаем, что рассматриваем, это все получается малополезно, если у человека не будет правильных понятий о вере. Поэтому отсылаю вас к первым передачам. И кто к нам присоединился сейчас, тоже, братья и сестры, говорю, наберитесь терпения. Я понимаю, что прослушать такое количество передач нужно большое усердие, но мы с вами так договорились, что изучаем не спеша. Итак, о чем мне сегодня хотелось поговорить, братья и сестры? О очень распространенном грехе, который называется осуждение. Вот у нас будет проходить под номером 26. Осуждение. Почему распространенное? Потому что очень часто наши исповеди состоят из этого одного греха. Бывает так. Осуждаю, да? Осуждаю мысленно, осуждаю взглядом, осуждаю чувствами своими, осуждаю словами, осуждаю какими-то делами своего близкого человека. И на самом деле, если посмотреть, сколько раз на дню мы это делаем, да, вот обратите внимание, последите за собой, дорогие братья и сестры, сколько раз мы осуждаем наших близких. И за сколько раз мы грешим. Причем грехом грешим очень тяжелым. Не надо думать, что осуждение что-то такое, знаете, простое, это как бы, знаете, обычное, ежедневное, повседневное. Да, это повседневное, но это повседневное преступление. Понимаете, да? Если христианин регулярно осуждает и не замечает это в себе, то это бедный человек, который, казалось бы, пришел к свету, да, ко Христу, а сам глаза себе закрыл повязкой и ничего не видит, а думает, что он к чему-то доброму пришел. Давайте мы с вами порассуждаем, что такое вообще осуждение. Здесь я на нашей доске разместил, как идет, ну, конечно, схематично, как идет суд и осуждение в виде целого процесса, да, которым государство занимается, борясь с преступлениями и преступниками. Начинается, конечно, с греха. Вот человек совершил какой-то грех, какое-то преступление, ну, неважно, какое, кого-то украл, что-то сделал, другое что-то нарушил, неважно. Вот человек сделал грех, преступление. Его тут же осуждают? Нет, да, в государстве существует для этого целый юридический процесс. То есть идет сначала следствие, да, изучается, потому что если мы каждого подозреваемого будем хватать и тут же осуждать, у нас тюрьмы переполнятся в ближайшее же время, и мы с вами тоже туда попадем наверняка, очень быстро. Чтобы этого не происходило, чтобы сохранилась хотя бы человеческая форма справедливости, да, у нас существует следствие, где соответствующие силовые органы государства начинают расследовать, изучать дело. Порой эти дела, изучение их дела длится очень долго, да, это не скоропостижный такой скоротечный процесс, а долгий. И если есть подозрение, что человек тот или иной вот к этому греху причастен, да, то он в этом случае не осужденный, а какой? Подозреваемый, да, это человек подозреваемый, да, его могут поместить в места заключения временного, да, или могут, если это преступление не такое слишком тяжелое, он дает подписку о невыезде и находится в этом населенном пункте, чтобы легко можно было его найти, но он не осужденный, да, он еще только подозреваемый. Дальше что, когда прошел целый процесс, идет суд, на котором существует прокурор, да, следователи, свидетели, адвокат в обязательном порядке, судья, то есть некий независимый человек, ну, мы идеально с вами берем ситуацию, да, и согласно вот этому проведенному следствию, проведенному суду, или человек оправдывается, суд оправдывает этого человека, что он невиновен в этом самом грехе, если действительно он невиновен, да, подозревается напрасно, или, наоборот, осуждается, да, и после этого суд, после целого процесса, повторюсь, долгого, выносит приговор, да, что к этому греху вот этот товарищ, он сопричастен, да, он его сделал, то есть если это было воровство, то после суда, только после этого всего процесса, после вынесения приговора он становится осужденным, да, он в этом случае признается человеком, который совершил этот грех, то есть этот поступок, если он кого-то, что-то украл, то он вор, да, только здесь он получается осужденным, но ставится на этом крест, на этом человеке, оказывается, тоже не ставится, да, дальше государство пытается исправить этого человека, каким образом? Ну, разными такими неприятными способами, допустим, если это что-то не сильно тяжкое, штрафами какими-то, ограничениями, или ограничением свободы, да, у нас в стране смертной казни сейчас нет, но как высшие меры наказания и исправления, ну, по крайней мере, вот заключение есть, да, разные сроки, разная тяжесть нахождения в этих местах заключения, это для чего делается? С одной стороны, это наказание, а с другой стороны, это исправление, да, потому что эта система называется исправительной, да, систему УФСИН, она, идеальное ее назначение исправить человека, да, человек, столкнувшись с этими, отработав свою духовным языком, скажем, эпитемию, да, должен выйти исправленным. Кто-то исправляется, кто-то еще больше уходит в эту систему, но это уже другая история, мы сейчас этого не касаемся. То есть, смотрите, обязательно еще есть надежда на исправление, да. Как проявляется у нас грех осуждения? Вот в нас с вами, братья и сестры, я тут, поверьте, не могу вам сказать, что берите с меня пример, я этого не делаю. Я тоже такой же грешник, как и вы, и тоже в это впадаю, несмотря на то, что знаю, как это развивается. Но так повреждена наша человеческая природа. Мы, видя грех, или подозревая даже в грехе, что тоже бывает, сразу же человека, что с ним делаем? Мы сразу же выносим, вот сюда приговор ему устраиваем, это блудник, этот вор, это убийца, да, это коррупционер, этот лентяй, этот бездельник, этот пьяница, а это плохая жена, или плохой муж, плохие дети, плохие родители, и пошло, поехало, все, что угодно, много раз на дню, плохие власти, плохие подчиненные, плохие соловики, плохие не соловики, в общем, все плохо, да, все кругом нас, оказывается, что я один красавчик в белом костюме, вокруг меня все поросята, все лежат в грязи, все хрюкают в этой самой грязи, один я этим замечательным делом не занимаюсь, потому что я для себя сам представляю, что я праведник, да, даже если вы скажете, да я не считаю себя праведником, я считаю себя грешником, дорогие мои, если вы уже кого-то осуждаете, то вы, даже не признаваясь сами себе, уже считаете себя праведниками, ложными, конечно, праведниками, а не настоящими, но вот так работает грех, осуждение, причем в осуждении, когда мы человека уже заклеймили, тут же сразу суд ему дали, да, что он такой сякой, нет почему-то в этом состоянии, когда мы осудили уже человека, да, что он когда-то исправится, нет такого, да, что мы сразу говорим, а вот он такой, грешник, блудник, разбойник, и так далее, даже бездуховная, казалось бы, система, вот государственного судопроизводства, следствия и так далее, она предполагает исправление, а мы не предполагаем, что этот человек исправится, да, мы говорим, вот он такой и все, поэтому, смотрите, дорогие мои, мы должны с вами четко понимать, что само по себе проявление греха осуждения, оно бывает в разном степени, конечно же, разное, одно дело, я подумал об этом, да, что человек такой сякой, это мысленный грех, его одна степень, если я это сделал еще с чувством огорчения на этого человека, по-другому стал к нему уже относиться, он мне неприятен, да, я не хочу с ним здороваться, с ним общаться, это другая степень, еще более тяжелая, мы раньше об этом изучали с вами, в ранешних наших передачах, посмотрите, как развивается грех, на основе творений Авадорофея можно посмотреть, как грех гнева развивается, так же и осуждение развивается, потом начинается словом осуждение, когда мы еще кому-то говорим, а ты знаешь, это же так интересно, приятно, залезть в чужую жизнь, а ты знаешь, что товарищ Иванов, при всем уважении, к вам, братья и сестры, кто носит эту фамилию, он такой-сякой, и другой человек говорит, да, ты что, он говорит, да, да, вот он такой, вот он такой, такой грешник, и другой человек, наш собеседник, тоже начинает в этот процесс вливаться, и грех становится еще тяжелее, потому что мы привлекли к этому греху еще другого, то есть мало того, что я грешу, еще и другого соблазнил, еще два раза больше греха, тяжесть его появилась, а еще хуже, когда мы начинаем презирать этого человека, которого мы осуждаем, но это все в нас проявляется, дорогие мои, так вот, если это проявляется, то мы должны знать, что осуждение, у осуждения основа гордыни в обязательном порядке, в обязательном порядке, и как бы мы сами не думали, не изучив еще, что такое гордость, страсть гордости, не думали, что мы не гордимся, что у нас такого греха нет, осуждаешь, значит, гордыня у тебя есть без всяких вариантов, это первый признак, вот если, допустим, насморк у вас начался, значит, вы простыли, то осуждаете, значит, гордыня есть в обязательном порядке, что с этим делать? Давайте разбираться, я выписал ссылки на священное писание, это не все, конечно, Господь очень часто говорит об усуждении, давайте мы почитаем, как Господь относится к этому греху, и, соответственно, порассуждаем, как бы нам бороться с этим. Итак, вот эта ссылка, напоминаю, что это у нас книга священного писания, это глава, запятая, и это стихи. Тоже можете взять священное писание, будет хорошо, если вы это сделаете, и вместе мы с вами последим и поразбираемся. Итак, от Матфея, глава 7, 1-2 стих. Что нам Господь говорит? Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую вам будут мерить. То есть, в этом самом грехе мы с вами должны понимать, что, когда мы в нем оказываемся, то мы попадаем, на самом деле, под очень серьезный духовный закон. Как ты, в чем ты осуждаешь другого человека, превозносишься над ним, то ты согрешишь этим грехом, очень часто это бывает. Если не ним, если не конкретно этим грехом, то вот осуждался какое-то падение человека, то ты сам попадешь в какой-то грех, и тоже так же получишь бесславие от других людей, да? Это однозначно бывает и работает уже здесь. Но это речь идет в этих словах не только здесь, в обществе людей, но еще и говорится о Божьем суде. То есть, если мы понимаем, что если мы не хотим, чтобы нас осуждали, значит, и мы не должны осуждать. На чем это основано, дорогие мои? Опять же, на видении своих собственных грехов. Это основано на покаянии. Когда человек видит свои грехи, он понимает, как легко я впадаю в эти грехи, так почему я должен осуждать другого человека? Понимаете? И борьба с этим самым грехом осуждения, она должна быть на уровне, не на уровне, допустим, как с чьей угодим, меньше себе положил в тарелку, а на уровне ума уже идет. Когда мы правильно настраиваемся, напоминаем себе, как Господь относится к этому самому греху. Не судите, да не судимы будете. Вот не хотим мы, чтобы за наши бесконечные грехи мы были судимы, да, на страшном суде. И здесь, в этой жизни, тем более в той, куда мы стремимся. Не хотим, значит, не осуждать здесь. Поэтому ты как только начал этот процесс, вот этот, увидел грех другого человека, и тут же, это блудник или грешник, разбойник, убийца, мы тут же начинаем, да не мое это дело. Я сам блудник, я сам грешник, меня Господи помилуй, у меня бесчисленные грехи, я один грех этого человека увидел, а сколько своих у меня грехов на дню бывает. Вот она основа, понимаете, борьбы и с гневом вообще, и с осуждением в частности. Не хочу, чтобы меня осудили, поэтому я не буду судить, не имею никакого права. Если наши близкие говорят нам, давай, ну они не говорят, слушай, уважаемый, давай поосуждаем. Так не происходит, это бывает в разговорах, когда мы общаемся с нашими близкими, и они начинают при нас осуждать, мы это заметили. Как противодействовать? Это очень просто сказать, знаешь, это его жизнь, вот пускай сам решает, да Господь его рассудит. Вот несколько раз так сделайте, и с вами никто осуждать других не захочет, вот поверьте. Или если это верующий человек с нами говорит, и мы знаем, что он верующий, можем сказать, слушай, Господь нам не велел осуждать других людей, несудимы, да несудимы будете. Дальше, смотрите, это вот, вот эта цитата, нам здесь раскрывается духовный закон, то есть как ты относишься, так и к тебе Бог будет относиться. На этом очень много в Евангелии и притч построено, и в разумлении, которое Господь нам дает. Ну, основа об этом. Не суди, и не судим будешь, да, как в молитве очень наш, да, прости нам долги наши, как мы прощаем, раз ты не прощаешь, значит, тебе не будет прощено. Вот таков духовный закон Евангелия. Другая ссылочка, Евангелие от Луки, глава 6, стих 37, не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. А что делать? Прощайте, и прощены будете. Вот она снова, другая немножко, да, другой оттеночек нам дается. Нам раскрывается, как и бороться с осуждением, да, вразумляет нас Бог, и с другой стороны, нам подсказывается, что если ты будешь прощать, вот ты увидел грех человека, против тебя или против других людей, прощай ему, и ты будешь прощен. Смотрите, как интересно, да? Это же замечательно. Послание к римлянам, апостола Павла, 14 глава, 13 стих. Что здесь мы видим? Не станем же более судить друг друга, призывает нас апостол Павел, а лучше судите о том, как бы не подавать брату в случае к преткновению или соблазну. Вот здесь нас апостол призывает к еще особенному вниманию, не только к себе, но и к ближнему. Не только нужно помогать, когда нуждаются или просят тебя помощи, да, но еще, оказывается, нужно не давать повод для соблазнов, для осуждения, чтобы тебя не осуждали. Думать о своих поступках, продумывать их, как они будут выглядеть. Помните, апостол говорил, то, что если брата соблазняет моего, что я ем мясо, не буду есть мясо вовек. Тут не про мясо речь идет, да ведь? Не про пищу. А речь идет о том, что если что-то для меня, для меня, казалось бы, важное, что я делаю, но соблазняет другого человека, откажись от этого. Даже, казалось бы, такое простое, и дело, как едение мяса. Ну, там немножко сложнее, потому что это же иудейская была среда, какие-то запреты нарушал, видимо, своим просто христианским отношением к пище апостол, поэтому говорит, что ради других не буду это делать. Так же к нам это относится. Это послание к римлянам, глава 14, обратите внимание. Первое послание к Иринфянам, 4 глава, 5 стих. О чем тут мы читаем? Посему не судите никак прежде времени, пока не приедет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Ну, или осуждение, да? Мы сами от себя добавим. Поэтому нам обязательно нужно помнить про вот этот самый процесс. Кто может судить? Вот вы не можете. Я не могу, не имею такого права. Кто-то может вообще на земле из человеков? Из церковной иерархии? Или из земной? Никто не может. Судить другого человека не в плане судопроизводства, а с духовной точки зрения. А судить и сказать, вот он блудник, поэтому он погиб уже, он уже в аду, вот о жителе ада. Не можем такого сказать. Поэтому нам и напоминает апостол Павел, что не судите прежде времени. Почему? О чем тут речь? Вот смотрите, мы увидели, что человек согрешил. Ну, допустим, в 2020 году. Мы его осудили, что он блудник. А в 2023 году мы его можем встретить в храме, кающемся и исповедующемся, пресечающимся. А мы его осуждали, как безбожника. Может такое с человеком произойти? Да такое происходит, на самом деле, сплошь и рядом. Когда вчерашние грешники могут завтра оказаться уже негрешниками. И по внешнему виду, но самое главное по внутреннему. Смотрите, что нам апостол, о чем говорит? Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. То есть, что такое скрытое во мраке? То, что мы не знаем о человеке. Мы, допустим, видели его публичное падение, но мы не знаем, что он делал до этого, как он кается, как он переживает об этом, как он там ночами плачет о своем грехе. Мы же этого не видим. Мы только увидели, что он упал. Разбился в лепешку на асфальте, образно говоря. Мы ходим, говорим, какое зрелище. Как он мог? Добавляем. А не то, что через пару дней сами можем в такую же лепешку рядом разбиться и пасть. Образно говоря, да? То есть, впасть в грех. Но сегодня нам так интересно посмотреть на грех другого человека. А сердечное намерение-то мы же не знаем. А Господь все знает. Он всемогущий. Мы изучали с вами этот вопрос. Он хорошо знает состояние этого грешника, как он кается. И вот очень может получиться так, и такие притчи тоже бывают, что человек, который внешне кажется, что он какой-то грешник, с религиозной точки зрения какой-то недостаточно хороший, но Господь в виде его сердца может его спасти. Потому что мы не знаем этого человека, не знаем его намерений. А Господь все знает. Поэтому это тоже одна из основ для того, чтобы правильно относиться к поступкам и вообще к жизни других людей. Бог их судит. Он видит их сердечное намерение. Он знает их тайное. А тайное не обязательно тайное плохое. Может быть, тайное и доброе. Помните, нас Господь призывает, что так делать милостивно, совершать, чтобы правая рука не знала, что делать левое, и наоборот. О чем тут речь? Что скрытые его мраки, это для нас скрытые, для Бога это нет никакого мрака. Он все прекрасно видит. Но мы начинаем на себя брать роль судьи. И без следствия, без адвокатов, только вот как будто бы, знаете, я и судья, и прокурор. Вот только так и сужу своих близких. А нам напоминает, что суд, апостол напоминает, что суд только у Бога. Дальше тот же апостол Павел послание к римлянам, вторая глава, первый стих. Итак, не извинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. Смотрите, как интересно. Очень важные слова. Казалось бы, мы сейчас с вами читаем одно и то же, братья и сестры. На самом деле, вы чувствуете, что мы оттенки, да, нам раскрывают в Священном Писании? Так вот тут какой оттенок? Не извинителен ты. То есть, мы можем сказать, да я не виноват, я вот, у меня вырвалось, да, или я по нему сейчас огрешил, осуждаю, или он сам виноват, как часто бывает. Я-то не хотел его осуждать, но он сам виноват, нагрешил против меня, пришел там, наорал на меня, там еще что-нибудь. Вот я хожу, киплю кипяточком, значит, из меня пар, из ушей, я похож на чайник, да, перегретый. Я не виноват, он виноват. И как бы мы тем самым извиняем себя, а нам апостол четко говорит, не извинителен ты, то есть, нет никакого извинения, оправдания человеку, который осуждает другого человека, вообще никакого. Потому что этот процесс очень сложный, это Бог им заведует, ему не нужны следователи, он все это видит. И он, Господь, стремится вот к этому процессу, он может наказать грешника, а наказ по церковному славянскому это урок, да, дать урок грешнику, и не наше это дело, как это будет. Наше дело не мешать, порой бывает, знаете, мы так любим своих близких, что с одной стороны хотим, чтобы они к Богу пришли, но с другой стороны хотим, чтобы они к Богу пришли на лифте или купе особой комфортности. Так не получится. Но хотим, чтобы они не страдали, не мучились, не болели, не умирали, может быть. Хотим их уберечь от этого. Это неправильно. У Бога все расписано, Он знает хорошо, как человека, совершившего грех, привести к исправлению, вот его цель. А каким это будет процессом, мы не знаем, может быть, скорбным, может, не скорбным. Мы должны сказать, Господи, как ты хочешь, давить. Поэтому вернемся к нашей теме. Неизвинителен человек, который согрешает осуждением, осуждением другого. Следующая ссылочка, которая тоже подчеркнет тяжесть этого греха. Смотрите, сколько ссылок, это еще далеко не все. Про редкий грех вот столько можно ссылок насобирать, как про осуждение, потому что, видимо, мы очень часто грешим этим грехом. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Тут речь идет не про пищу или там чревоугодие, хотя тоже никого осуждать и чревоугодников нельзя нам. Тут речь идет о духовном отношении, что вот я в храм хожу, а он не ходит. Потому что ест, не ест, это речь о том, что кто-то соблюдает, в момент жизни апостола Павла, там же было очень много иудеев и христиан из иудеев, там особый исторический процесс был, сейчас не будем про это, чтобы не затягивать передачу. И поэтому апостол говорит, кто соблюдает пост, а ты не соблюдаешь, не осуждай. Или наоборот, кто-то соблюдает, а ты нет. Не осуждай тоже, не твое это дело. Это Бог его принял, поэтому он сам разберется. У человека своя была может быть мера молитвы, поста, там участие в таинствах, свои попытки религиозного поиска. Не лезь к нему, да не осуждай. Так, следующий пункт программы. Мы с вами должны тоже кратенько обсудить. Первое послание Коринфянам, 11 глава. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Очень интересно. Нам тут показывается, что мы сами должны устроить суд над собой. То есть это как раз и есть покаяние, когда я признаюсь, что я грешник. Понимаете, да? То есть если человек сам кается в грехе и осуждает себя в нем, осуждает не на смертную казнь себя, а на исправление, потому что покаяние – это исправление, это надежда исправления, то и не будем осуждены с миром. А если наказываемся, то есть получаем какие-то скорби от Бога, то должны понимать, что это наказание сейчас. Уж лучше сейчас его получить, чем там, на страшном суде. И быть осужденными с миром. Тоже очень важная тема, братья и сестры. И последняя цитата, послание от Иова. Сейчас задаем вопрос друг другу. Давайте не в осуждение, а в рассуждение поговорим. И начинаем снова осуждать. Так вот, смотрите, как относится. Господь через Священное Писание говорит нам к этому делу. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых». Суждения и осуждения близки, братья и сестры. Поэтому нам с вами и рассуждать особо-то не надо о судьбе и поступках людей. Не судим и все, потому что ошибиться очень легко. Поэтому смотрите, осуждаем поступок, тоже задают вопрос люди. А если мы видим, что человек грешит, мы же не можем глаза закрыть. Да, конечно, не можем. Но мы осуждаем не человека, который может быть Богом где-то наказан, где-то помилован за его покаяние. И получить исправление от Бога может человек при покаянии его. А мы не должны его осуждать. Мы его должны жалеть, сочувствовать, как жалко, что он впал в этот грех. Осуждаем поступок. И для себя, братья и сестры, возьмите образ реанимации. Вот представьте, лежит несколько больных, и мы в том числе все под капельницами, все под аппаратами искусственного дыхания. Но я смотрю на других, себя даже не вижу, и говорю, а что это он такой здоровый, лежит на кровати? Почему он не идет поднимать сельское хозяйство? Это же безумно. Я сам в таком же точно положении. Почему я осуждаю другого? Поэтому мы не осуждаем, дорогие мои, помним, что мы все находимся в реанимации. Никто здесь праведником не является на земле. Только Бог один праведник. И свят, и может судить. Мы не судим никого. Ну, на этом закончим, дорогие мои. Спасибо вам за терпение. До новых встреч на телеканале «Союз». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok